Всем привет, я Кэндис Джонсон. Мне 12 с половиной лет. Ну, наверное, даже больше половины, потому что мне уже очень скоро 13. Учусь в седьмом А-классе. В будущем мечтаю стать видеоблогером. И очень люблю фотографировать. Вот моя камера Polaroid. Кэндис, а ну-ка быстро стильзай с моей постели. А, это моя сестра Глория Джонсон. Ей уже 19 лет. Она взрослая и уже работает. Угу. Всем привет. Она работает фрилансером и пишет небольшие статьи для интернета, за которые получает небольшую сумму. Но в будущем она хотела бы стать писателем и писать настоящие большие романы. Да, я думаю, у меня это получится. Заодно ты мне и рекламу сделала. Что ж, приятно познакомиться. А это моя мама. Моя любимая мама. Лорна Джонсон. Здравствуйте, ребята. Я, например, очень даже за профессию, которую выбрала Кэндис. Я очень рада, что я с вами познакомилась. Добро пожаловать в нашу гостеприимную семью. Доченька, мне надо укладывать Джонни. Кстати, о Джонни. Джонни это мой самый-самый младший брат, с которым я должна частенько гулять и играть, когда мама занята работой. Поэтому, да. Кстати, мама у меня работает дизайнером интерьера. Она с моим папой познакомилась в архитектурном. А папа у меня архитектор, так что работают они почти что вместе. Ладно, заболтала ты нас. Надо укладывать Джонни, а то вот будет плохо, когда он в садик проспит. Хорошо, мам. Мой папа должен скоро вернуться с работы. Папуля! Добрый вечер, Кэндис. Как поживаете? Отлично. Папа, мне тебя нужно кое с кем познакомить. Ээээ... Здравствуйте, ребята. Я уже прекрасно знаю о профессии, которую выбрала для себя Кэндис. Ладно, моего папу зовут Ричард Джонсон. И... он архитектор, как я вам уже и говорила. Чуденько. Муа! Всё, я пошёл здороваться с остальными. Хорошо. Сейчас уже 10.30, мне пора ложиться спать. Но для начала я, как всегда, чищу зубы. Я чищу их утром и вечером. Моя кровать на нижнем этаже, что меня вполне устраивает. Моя сестра Глория ложится поздно, потому что, скорее всего, переписывается со своим парнем, хотя говорит, что пишет новую статью, в чём я очень сомневаюсь. Спокойных снов! Поскольку я до сих пор учусь в школе, мне нужно вставать рано. Портфель я уже собрала с вечера. Что ж, теперь нужно пойти чистить зубы, а мама на кухне, скорее всего, готовит вкусный завтрак. Обычно завтракаю я и Джонни, потому что мне в школу, а ему в садик. Глория же остаётся дома. Доброе утро, мамуль. Доброе утро, солнце. Мне надо покормить Джонни. Сегодня в школу тебя отвезу я. Ой, как это хорошо. Обожаю твои завтраки, мам. Это так вкусно. Я сама отнесу всё в раковину. Посуду сегодня будет мыть Глория. Правда? Хорошо, мам. Я ей об этом скажу на всякий случай. А я напомню. Хорошо, мам. Всё, я убегаю на работу. Нам тоже нет особого времени засиживаться. Глория, подъём! А что, мама? Ну, я здесь. Мама тебе сказала помыть посуду, а я побежала в школу. Давай, давай, я помою, мам, я помою, я всё помою. Вот не спи мне до двенадцати, ясно тебе? А вот и моя школа. Привет, подружка. А это моя лучшая подруга Джойс. Мы дружим с первого класса. А Гась уже целых семь лет. И мы как будто только что встретились. Мы прямо неразлучные. Мы хотим повторять эту встречу каждый день. Ладно, пойдём. Ну и, конечно, я считаю, что очень редко не бывает таких девочек, как Рита и Кейт. Рита выпендрёжница. А Кейт та самая лучшая подруга, в кавычках, которая бегает за ней и делает всё, что просит от неё Рита. Типа она лидер. Хм, вы что тут стоите? Дайте пройти, а? Хм, так обойди нас и не ори, дура набитая. Такие слова в школе запрещены, ясно тебе? Ой, указывать она мне ещё будет. Да без Риты ты никто. Не ввязывайся, Джойс, пойдём. Мы лучше отличницами будем, чем драться с этими дурочками. На самом деле, Рита в учёбе абсолютный лох. И поэтому Кейт, бедняжка, всё время ей помогает на контрольных и делает за неё все уроки. Не повезло ей. На самом деле, можно было быть такой же крутой с деньгами Джойс, потому что она очень даже богатая. И эта Рита, её копейки сто процентов не стоит. А она ещё что-то выпендривается. Поверь, Рита тоже достаточно богатая. Но не суть, я этим особо не хвастаюсь. А вот она? Хм, да уж. Да, и как ни странно, в школе помимо колледжа, который состоит из 7, 8 и 9 классов, есть ещё и лицей, в котором учится парень, который просто офигенен. Я не знаю, какое на меня он производит впечатление, но он супер милый, новенький. Да ладно вам, девчонки. Спасибо тебе. Да не за что, обращайтесь. Ах, он просто офигенен. Ты что говоришь такое? Ладно, уже звонок, пора идти. Хорошо. Весь урок я думала лишь о этом новом старшекласснике. Так что, я сейчас говорил? Эм, и к сожалению, даже не смогла ответить на вопрос учителя, за что получила минус 2 балла. Ну всё, я на тебя разозлился. Простите, пожалуйста. Ладно, в следующий раз такого не повторяй, но у тебя минус 2 балла, всё. Ах, как мне не везёт с учёбой. После школы мы с Жей занимаемся баскетболом. Ну ты готова? Ага, сейчас только форму одену. Ну вот, теперь я готова. Пойдём. Здрасте, Виктория Васильевна. Здравствуй. Здравствуй, Томас. А чего ты пришёл так рано? Тренировка у тебя будет после баскетбола. Ах, наверное, перепутал. Что ж, извините. Ну ладно, я тогда пошёл. Что ж, девочки, начинаем играть. Его зовут Томас. Но ведь он не обращает на тебя совершенно никакого внимания. Ей, с первого раза два очка. Субтитры сделал DimaTorzok. Ох... Субтитры сделал DimaTorzok